В этот вечер смартфоны не покидали рук. Каждый стремился запечатлеть себя на фоне величественных стен замка Ютарк. За 20 лет своего существования крепость не успела обрасти мхом, а вот легендами. Ходят слухи, что на рубеже тысячелетий будущему владельцу замка явился призрак рыцаря, который попросил построить место, где он бы обитал, взамен пообещав оберегать семью владельца от бед и невзгод. Действительно ли в стенах Ютарка живет привидение, неизвестно. Но именно чарующая таинственная атмосфера этих мест стала поводом для проведения здесь проекта «Сова». Один из концертных дней совпадал с праздником Ивана Купала. Организаторы «Совы» не упустили этот факт и предложили гостям пройти тематический квест по поиску счастья. Мы тоже решили попробовать. Счастье нынче на дороге не валяется. И первое задание – найти папоротник. Ян Цзянань совместно с Белгородским симфоническим оркестром знакомит нас с китайскими мотивами. Дирижер признался – работать с местными музыкантами – одно удовольствие. Очень хорошие музыканты. Они очень природно чувствуют мелодию. Они сам рисуют такую мелодию. После первого визита маэстро остался под впечатлением от Белгорода. Поэтому в наших краях уже в шестой раз. Здесь очень чисто. Чисто, чем большинство городов в Европе. Здесь люди очень гостепленные. Здесь погода очень хорошая. Чтобы узнать свою судьбу, девушки плели и запускали в воду в венки не менее чем из 12 трав. Тех, кто слабо знаком с музыкальной китайской культурой, такая картина вполне может ввести в ступор. Подобие кувалды, на которой Зенг Зихуан выводит чарующие звуки, называется эрху. Старинный китайский инструмент. На фоне схожей по звучанию скрипки у эрху в два раза меньше струн. Что, впрочем, не сказалось на качестве. Неси речка-венок на другой бережок, судьбу мне найди, на пирс приведи. В ночь на Ивана Купала вода приобретает целебные свойства. Вода и роса, которая появляется на полевых цветах. Белгородские музыканты вместе с виртуозами из Китая увели гостей в сказку, которую не встретить в обычной жизни. В повседневной, конечно, такую не встретишь. Мы вот третий год собирались попасть на это мероприятие. Наконец-то оставалось пять мест, и мы свои два билетика успели купить. Мне китаянка очень понравилась, как она вот так вот играла, как она прям чувствуется, что она переживает все то, что играет. Ну, что-то доброе такое, что-то такое теплое. Какая-то высота есть в этом. Ой на Ивана, ой на Купала, девушки гадали, травы волшебные на поляне собирали. Пропитанные водой травы получали чудодейственные свойства. Собирать их в пору было в полночь. Под мелодией коллектива Альта Капелла забываешь, что находишься в 21 веке. Средневековые мотивы на фоне серых стен замка с головой погружают в атмосферный средневековый омут. Люди знают Мона Лизу, там памятник Давиду, там какую-то, допустим, а что это такое? Это итальянский ренессанс, а музыка итальянского ренессанса, кто ее знает? Да ее почти никто не знает. Вот мы стараемся с этой музыкой это компенсировать. Звучат редчайшие духовые инструменты, которые потом либо исчезли, либо превратились во что-то другое. Ой на Ивана, ой на Купала, звезды в сказку тебя приглашают, что царит над Купальским огнем. С последними лучами солнца разводили костры, вокруг которых водили хороводы и пели песни. О нет, то были ложные богини. Я истинной красы не знал до ныне. Тему итальянского ренессанса продолжили актеры Белгородского драматического театра имени Щепкина. Никогда еще Ромео не считал свои стихи Джульетте, возвышавшейся на балконе реального замка. Это какая-то сказка настоящая, которая с нами происходит. На сцене приходится подключать свою фантазию, я имею в виду в декорациях, в таких искусственно создаваемых. Здесь все-таки декорации живые. Замок, который, конечно же, помогает попадать, наверное, в то время, о котором мы говорим. Вот, с губ моих весь грех теперь снят. Зато мои впервые им покрылись. Тогда отдайте мне его назад. Ойна Ивана, ойна купала, тайну сова сохранит. Ойна Ивана, ойна купала, за камнем цветок дивный скрыли. Финальная загадка привела нас туда, откуда мы начали. Кто же знал, что счастье было так близко. По легенде, тот, кто повстречает белую сову, рискует остаться счастливым на всю жизнь. Глеб Дудкин, Евгений Кравцовский. Такой день на Мире Белогория. Субтитры сделал DimaTorzok